Что, ты ругаешься? Пошли! Пошли, сейчас буду тебя кормить. Добрый вечер, друзья! Мы вернулись. Саймону сейчас дам котлетки. Корма здесь закончились для него и сухие, и мокрые. Мы вернулись. Я первым делом прибежал. Ну, как бы, хоть тут и управлялись, но я знал, что мы приедем к вечеру, поэтому, ну, к вечеру еще было светло. Ну, это я уже так почистил, что-нибудь поделал, быстренько перепелком понасыпал. Еще нужно у перепелок повычищать, но это я сейчас успею чуть позже. Ну, и первым делом же сюда, ну, короче, все попроверял, все нормально. Коту сейчас дадим кушать, и сейчас быстренько вам покажу, что тут происходит. Пишите, ой, как же ж мы без поросят. Получается, что нас не было ровно двое суток. Ну, вот в 4 часа я управился в четверг, и сейчас суббота тоже 4 часа. Я, ну, не то чтобы управился, повычищал кормушки, повычищал загоны, ну и все. Сейчас, секундочку, котику дам. Знаете, непонятно, почему я побежал, и тут были пустые бутылки, все понабирал. Мне столько не надо, но ладно уже, пусть стоят. Это корм тетя Нина досыпала. Спасибо ей большое, что всегда мне выручает. Как бы мы с ней разберемся, рассчитаемся. Это уже другой вопрос, но тетя Нине большущее спасибо, что не отказывает мне в любой момент, когда мне надо. Вот так. Все, этим понасыпал, поубирал, поподстилал. Смотрите, нужно будет поеду за кормом, еще куплю мешочек. Знаете, если бы, ну, как бы я уже их не оставлял себе, я бы не покупал мешочек. А так как все вот такие маленькие, ну, те хорошие, они едят очень хорошо. Но так как я себе буду вот таких бздюшечек оставлять, то их нужно подкормить. Хороших, крупненьких продам, ну, это все понятно. А бздюшечек вот таких нужно еще мешочек взять, комбикорма, и подкормить их немножко. Уже сегодня я ничего не успею и не хочу. Чистить буду. Так, надо закрыть уже, можно, да? Чистить. Не чистить, кастрировать их буду уже завтра, потому что сегодня 10-е, завтра 11-е. От 15-го уже будут ехать попоросят, и, наверное, нужно дать объявление уже, может, кто-то еще купит. Тут есть из чего выбрать, так как купят всего 15-го, всего четверых. А здесь хороших не менее 10-12 штук. Ну, вот как бы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, даже пятнадцать. Тут хороших, тут еще вот два, то есть, как бы, есть что продавать. Вот 17, четверг заберут, и еще 13 можно продать, да, девчатки и хлопцы. Так что, вот так, все, поубирал, поподчищал. Ну, что, получается, если быть точным, то, ну да, двое суток, что тут могло поменяться за двоих суток? Мне, я ни за что не переживал, потому что, если бы что-то произошло, тюдянина бы меня поставила в известность. Это, во-первых, а во-вторых, если бы что-то произошло, ну, что сделаешь, если оно уже произошло? Меньше нервов, лучше. И так, нервов предостаточно. Кормушки повыгребал, повысыпал все куром, а этим сейчас буду кормить. На вечер есть еще ведро, ну, вареной каши, так что я ничего не варил сейчас. Ну, и просто сейчас поуправляюсь, но это будет чуть попозже, потому что еще нужно у перепелок повычищать. Кстати, смотрите, за двое суток, за двое суток полтора литра. Ну, нет, не полтора, наверное, примерно до двух литров выпили. Сейчас буду тоже им поилку менять. А корм, корма им хватило, тот, что я насыпал вот так прям сверху. Вот яйцо за двое суток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 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 четыре, пятна, шестнадцать. Ну, возможно, еще что-то снесут, и, возможно, что-то и в четверг снесли. Так что, вот такие вот дела. Тихо. Загончики сухие. Ну, как бы, знаете, я, когда здесь нахожусь, я за поросятками наблюдаю, слежу, чуть, не дай бог что, ну, все, не ругайся. Не дай бог что, там сразу, там, или кольчик, или еще что-то. Раз-раз и подделал все дела. Ну, и вот так. Сейчас нужно курочке насыпать воды, налить корма. Она, конечно, ей тут не нравится сидеть, но спинка у нее еще не обросла. Я не знаю, еще не смотрел на ту курочку, которая была такая слабенькая, что я ее посадил на место Гризольды. И, ну, я потом все посмотрю, все покажу. Что могу сказать? За двое суток мне визуально кажется, что свинюшки подхудели. Не от того, что там их плохо кормили, их кормили точно так же, как и я. Возможно, даже больше, потому что только что в кормушках повыгребал. Может, тетя Нина, знаете, как бы смотрит, ну, как бы тоже держала свиней, думая, что такого размера свинья должна съедать больше. А у них всегда, когда есть поросят, это плохое, они столько не съедают. Поэтому сейчас поновыгребал этим курам. Ну, в общем, вот так. Поросятки, поросятки в порядке. Эй! А, ну, давайте вот так заглянем. Страшно. Скажи, что ты приперся? Где тут наш худенький? Где наш худенький? Потолстел? Нет. Где мой худой? Вот он. Вот Бдюшечкин. Вот такой худой. Ты что такой худой? Что худой такой? И грязная морда. Ты уже в корыто лезешь кушать? Есть такая возможность, что... Ну, невозможность, вероятность, что он лезет кушать, в корыто. Если вы помните, то свиноматка опоросилась вроде 23-го, потому что я не помню. Если вы помните, напишите. Вроде 23-е надо посмотреть. А сегодня уже 10-е. Это уже более чем полмесяца им. А это значит, что есть вероятность, если ему не хватает молочка, там, или корма, то он может лезть к свинье в корыто. Да? Да, хлопцы, девчатки. Остальные все вот такие бутузы. Прям красотули. Да? Ну, вот так. Эй. Ну, вообще-то хорошенькие все. Все. Ну, давайте еще к этим залезем, да? Как вы... Что вы мне скажете? Когда их видишь каждый день, кажется, что они небольшие. Ну, не растут. А когда не видишь даже парочку дней, то уже видишь, что растут. У этих был страшный бардак. Прям страшный. Потому что эта по привычке, она же ходила в тот угол. Ходит сюда, а та ходит туда. И было мокро полностью. Поэтому выгреб все. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. Еще смотрю на вымя и потрогал у них у всех сразу вымя. Потому что мне не надо, чтобы было какое-то еще воспаление. Или отек там какой-то. И поэтому я быстренько сразу всех просмотрел. Раз-раз. Чтобы не переживать. Потому что и так, сколько их можно лечить. Они такие холодные. Худые. Что их опять, если на антибиотик, так это просто мы им посадим печень. Вымя плохо кушают в это время, когда у них сохнет вымя. Это хорошо. Так что красота. Да, девки? Красота. Сейчас я вас буду кормить. Сейчас буду кормить. Ну, а здесь, знаете, прям, я еле разобрался, где маленький мой поросеночек. Потому что он немножко округлился. И теперь, ну, как бы он вроде и поменьше, но стал такой кругленький. И кажется, что подровнялся. Ну, давайте я вас выгоню всех отсюда. Давай. Кыш, 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 кыш. Кыш, кыш, кыш. Вот, вот это малыш. Видите, какой пузатый. Кыш, кыш, кыш. Давай. Вот, меньшего нету. Чтоб вы не думали, что я приписываю малышу не его. Даже вот есть, которые покрупнее. Кыш, кыш. Вот, видите, некоторые покрупнее, но не такие пузатенькие, как он. Это тот, который у него пытался забрать. Он же он, без копытца. Да, вот. Это тот, который пытался у него забрать его сосок. Но она не сдалась. И отстояла свой сосок. И теперь, теперь у нее все хорошо. Им нужно, вот как раз мне нужно купить корм. Им еще чуть-чуть, и уже тоже будет две недельки. И им нужно прицепить... Вот, моя бздюшечка маленькая была, да? Ну, можно я посмотрю? Прям нельзя глянуть на твоих деток. Им нужно прицепить кормушку. У меня их всего две. Нужно это. Залезть в интернет. Они там по 200 гривен, что ли. И заказать еще парочку. Потому что, ну, поросяток, свиноматок немножко больше. Чем нужно. Ну, на самом деле, знаете, я думаю, что следующие опоросы, из-за того, что свинки худые, немножечко растянутся по времени. Одни будут раньше, вторые позже. И эти кормушки в таком количестве одновременно не будут нужны. Но парочку еще заказать я хочу, чтобы уже мне хватало для всех. Ну и, кто помнит, у них была кормушка прикручена. А ну, выходи. Вот такой маленький пузатик. И они тоже кушали старт. Потому что овсяночка умничка. Выходила всех 14. А это значит, что чем старше с каждым днем они становятся, тем им сложнее, тем им больше и больше не хватает корма. Поэтому нужно их подкормить. Пока они маленькие, не думаю, что они прям вот в таком возрасте будут лезть в кормушку. Но дней из 20, дней из 20 это 100%, что они будут уже полноценно понемножечку подъедать корм. Вон, видите, какой хороший уже просеночек стал кругленький. Они будут подъедать корм и расти. Получается, что вот как у булочки, да, у булочки были прям плохие поросята. И они очень-очень рано. Даже у нытья поросятки намного позже стали кушать. Потому что нытье чуть-чуть как бы покрупнее. И молочка, скорее всего, у нее было чуть-чуть больше. Поэтому этим нужно будет ставить кормушку. Поросятки розовенькие. Значит, дефицита железа у них нету. Все им поделали. Молодчики, да? Молодчики. Но на ножку я вот смотрю, что все равно несколько поросят еще. Вот, вроде становится уже накопытся, но ножку, видите, как будто тянет. Но я думаю, что еще и вот этот так само. Еще немножко и расходятся, да? Да? Ну, знаете, к месяцу мышечная масса нарастет, и они уже немножечко будут лучше становиться. Вот этот уже хорошо ходит. Ну, вот так. Самого вот здесь, там, где место укола антибиотика было, ни шишки, ничего нету. Вот так. Да? Пузырчики. Эти какие хорошие. Иди сюда, маленькая. Вот. Какая толстуха. Такая толстушка стала. Маленькая, но упитанная. Помните, она была настолько маленькая, вот эта, точно такая, как была у, как его, у брюльки. Помните, такая была? У меня есть даже телефон, вот как мобильничек, вот такая. И у той силы не хватило, и она не выжила. А эта была такая же маленькая, и при этом она не только выжила, но еще и отстояла свой сосок. Это немаловажно, потому что, ну, вы, я думаю, помните, что один день, один день у нее пытались его отнять. Ну, она никому не отдала его. Да? Пузырчики. Нет, не пузырчики, худышечки. Вот пузырчик, какой кабанчик хороший. Хороший, да? Вот такие дела. Ну, а так. Знаете, сказать, что мы отдохнули в Полтаве. Кстати, кто еще не смотрел, ссылку на канал Марины я оставлю и под этим роликом. Что мы делали в Полтаве, куда мы ходили. Ну, кто смотрел, тот уже все ролики смотрел. Но, как бы, у меня просмотров на роликах больше. Но это я к тому, что не все смотрели там ролики. Поэтому, чтобы вы не спрашивали, что мы делали в Полтаве, просто зайдите и посмотрите ролики у Марины. На канале я ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Вот так, да? Пупырочки. Видите, какой маленький. Какая маленькая кабанчика. Тот, скажи, я маленький. Вот такой пузырчик. Вот такой пузырчик. Ну, как-то так, да? Нужно еще придумать этот... Ну, придумать, не придумать, подготовить загончик для цыплят. Высадить еще цыплят. Ну, а так, знаете, думаю, что поотлучаю... Не поотлучаю, а попродаю-попродаю чуть поросят. А потом этих, как раз, когда отлучать, тот загончик уже будет почти пустой. Ну, такие вот новости тут на хозяйстве, да? Ой, ты маленький какой. Маленькие. Все. Еще мне нравится. Манка с овсянкой мне уже успокоились, полностью доверяют. Ну, не то, что доверяют, а просто они уже... Вот этот у них гормональный фон устаканился. И уже поросятки... Ну, они, конечно, за них еще и переживают. По инерции их кормят. Но они уже думают... Ну, вас нафиг. Пусть с ними Андрей делает, что хочет. Поняли, о чем я? Как-то так, да? Все, я ухожу. Ухожу. Ой-ой-ой. Вот так. Да. Да? Девки. Ага, и вот здесь не то, чтобы прям понос, но какой-то поросенок. А может, не один, но я только что чистил. Ну, это, жидким немножко сходил. Но я думаю, что это, скорее всего, там или переел, или еще что-то. Я прослежу. Если вдруг увижу, ну, как бы посмотрю визуально, как он себя чувствует. Если что, ну, что-то предпримем, да? А так, а так я на них смотрю. Все накормлены, все пузатенькие. Прям все до одного. Нет такого, который там прям не пузатенький. В общем, у всех все. Гля, что делает. Залезла наверх. И лампу массажирует носом. А что ты делаешь? Сейчас ее у вас вообще уберу и выключу. Вы уже большие. На улице тепло. На вообще на понедельник 15 градусов передают. Ну, обещают. И поэтому, скорее всего, у них можно будет уже лампу тоже отключить. Уже, как бы, думаю, хватит. Да? Ну, такие вот дела. Ты покушал? Перекусил котлеткой? Молодец. Молодец. Ну. Эти сардели. Слышь, отойди. Отойди. Эти тоже вообще стали прям красавчики. Ровненькие. Ну, два меньше, два больше. Как росли, так и растут. А сейчас, получается, за двое суток. Ну, я стараюсь сутки, полтора и вычищать там. А сейчас, получается, ровно двое суток там не чистили. Поэтому сейчас мне нужно... Ну, сейчас пойду поставлю телефон на загрузку ролика. А сам вернусь, повычищаю здесь. Ну, и пойду туда куром на тот двор, посмотрю, что да как там. Вот такие вот планы на вечер. На самом деле, по истечению двух дней никаких тут лишних работ нету. Все было сделано точно так же, как и я. Так что все хорошо. Вот такие дела. Увидимся еще вечером. Ну, это хоть и сейчас вечером, ночью. Все равно буду управляться, да? Всем большое спасибо за просмотр. Ну, и всем... Ой, наверное, там кормление будет. Пошли туда сходим. Я ж не видел, как тут проходит кормление. О! Ругаются, ругаются. Ой! О, не долазит. Вот тот, у которого копытца снята. Вот этот поросеночек. Ему места там мало, потому что соски близко. А поросятки-то растут, и ему сложно долезть было. Вот он пищал, ругался. Ну, а так... Морду не под корыто, а на корыто поклала и улыбается. Вы видите? Ну, все хорошо. Все отлично. Эти кушают. Ты иди кушай, цыкушка. Эти прям светленькие, да? Ну, вот как бы два выводка. Прям хорошенькие. Так и не идет кушать. Знаете, еще есть такие наглые поросята, которые не любят делать свиноматки массаж. Сейчас, а ну вот, если это он такой паразит, то сейчас, когда она начнет похрюкивать и пускать молоко, он паразит прибежит и быстренько пососет молоко. И все. Сейчас проверим этот момент. А это уже пустило. Боже, 14 штучек, да? Смотрите. У той паразитки 4, а у этой 14. Ну, и всех кормят. И довольная мордашка. Вымя подтянулось. Поросята спокойненько нижний ряд достают. Красота. Ну, вот так. Все. Все наелись. Я и тетя Нине говорил, чтобы этим двум свинюшкам насыпало больше. Ну, как бы тем, чтобы вымя сохло по чуть-чуть. А этим побольше. Так тетя Нина прям не жалела корм. Вот идет паразит. Смотрите. Это ж еще не пускало. Еще не... О, видите? Вот паразит мелкий. Это она еще не пускала молоко. Он услышал, что она начала похрюкивать. И пришел. Типа, сейчас она мне пустит молочко. И я поем. Это вот тот, который был самый маленький. Помните, как только прошел опорос? Он был самый маленький. Я еще тогда сказал, что хорошо, что на переднем соске не будет от них отличаться. Так он еще паразит ленивый. И не хочет делать ей массаж. А то, что он не делает массаж соску. Ну, вот вы видели, как они все вот так мнут, мнут. От этого там молочка меньше. То есть, его это не волнует. Ему достаточно того, что там есть, да? А тот бздюх худой. Не поправляется. Вот тот. Ну, все. Маночка, умничка. Овсяночка. Умничка. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Сказать, что я отдохнул нельзя. Но можно сказать, что вернулся с новыми силами. И у меня есть такое желание сейчас поработать. Что-то здесь почистить. Поубирать, покормить. Ну, в общем, сейчас буду этим и заниматься. Да? Еще, знаете, если вот смотреть на этих поросят. Они же меньше всех. Но если бы сейчас вдруг какая-то свинка опоросилась. То эти бы казались уже прям большие. Потому что те, которые появляются. Они примерно вот на половину этого поросенка. И на половину толщины. То есть, как пол поросенка. То есть, хоть они и маленькие по отношению к всем остальным. Они так прям хорошо уже подросли. Кругленькие. Шустренькие. Сильненькие. Ну, в общем, все хорошо. Да? Не то, что их мамулечка доходяжечка. Все, друзья. Всем пока-пока. Не распрощаюсь, да? Да, бармотики. Все. Пока-пока.